Добрый вечер! Вы смотрите «Время вопросов». В студии для вас работает Юлия Кожевникова. Городская среда формирует не только внешний облик города, но и образ жизни его горожан. Новые общественные пространства, детские и спортивные площадки сразу после открытия становятся центром притяжения для иркутян. Но, к сожалению, современные яркие уличные тренажеры, качели и песочницы в том числе привлекают внимание и вандалов. Как бороться с вредителями и сохранить облик Иркутска? Каким мы хотим видеть свой город и как в будущем будет развиваться городская среда? Ответы на эти вопросы мы будем искать сегодня. Работаем мы в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по номеру телефона 50 50 20, задать вопрос или высказать свое мнение, а также проголосовать в нашем интерактиве, ответив на вопрос внизу экрана. Ваши действия, когда вы становитесь свидетелем акта вандализма? Первый вариант – ничего не предпринимаю. Второй вариант ответа – провожу беседы с вредителями. Третий – звоню в полицию. Я готова представить сегодняшних гостей в нашей студии. Это начальник департамента городской среды администрации города Иркутска Елена Юрганова. Елена Викторовна, здравствуйте. Добрый вечер. Вице-мэр города Иркутска Дмитрий Ружников. Дмитрий Олегович, добрый вечер. Здравствуйте. И директор МКУ «Городская среда» Марина Алексеевна Шевела. Добрый вечер. Добрый вечер. Марина Алексеевна. Дмитрий Олегович, я хочу вам задать первый вопрос. Действительно, мы видим, что администрации делается много для благоустройства. Город наш преображается, у нас появляются прекрасные площадки, которых на самом деле в нашем детстве не было. Сегодня, мне кажется, они настолько яркие, красивые, наполненные разными совершенно объектами. Но, к сожалению, к большому, мы приходим в какой-то определенный момент и видим, что пол мягкий, который предназначен для того, чтобы уберечь наших детей от падений и ссадин, он разорван, испорчен. Разукрашены качели, горки, сломаны лавочки. Вот насколько остро в нашем городе стоит проблема вандализма? Я думаю, что не только в нашем городе проблема такая существует. Это, на мой взгляд, вообще мировая проблематика, и в России ее не обошла. Мы замечаем это не только на каких-то детских площадках и на общественных территориях. Это, в принципе, проблема всего города. Это, что касается фасадов зданий, малых архитектурных форм в любом месте, это присутствует. У нас даже порой бывают случаи, когда нам подрядчик не может сдать объект, потому что за день до сдачи объекта мы туда приходим, а там вот тот же резинопол порван, разорван, какие-то происходят события, и подрядчик за свой счет вынужден менять эти элементы для того, чтобы просто сдать этот объект, и он уже начал действовать. Поэтому проблема большая. Это действительно серьезный вопрос. Серьезный в том плане, что порой акты вандализма у нас проходят буквально в считанные дни после ввода объекта. И вот они жители, вот мы передали администрации жителям какой-то красивый объект, а уже в конце недели от него половины не осталось, и все разрушено. Конечно, вызывает только негативное чувство. Сколько было потрачено средств в 2022 году на благоустройство? В 2022 году потрачено более 550 миллионов рублей. Это несколько программ, это даже не все туда вошло, несколько программ федеральных и региональных субсидий. Основная программа, это, конечно, комфортная городская среда, это федеральная программа. Практически все эти программы, на 100%, я думаю, эти программы формируются по запросу жителей, так или иначе, либо прямым голосованием, либо обращением в администрацию, обращением к депутатам. То есть места, где у нас на сегодняшний день проходит благоустройство, это места по решению жителей в большей степени, либо какие-то общественные пространства, которые нужны городу. Поэтому эти все места востребованы, они все на виду, но и, собственно говоря, мы получаем то, что получаем. Марина Алексеевна, скажите, пожалуйста, а сколько средств было потрачено на восстановление вот того благоустройства, которое такими силами сделано? Ну, на самом деле мы акцентируем внимание на том, что благоустройство в рамках федеральной программы уже на протяжении 6 лет происходит, и объектов за этот период введено порядка 70 в эксплуатацию. Сейчас на план СМК «Городская среда» находится 121 объект в этом году мы работаем. И, соответственно, здесь хочется сказать, что есть мелкое хулиганство, есть вопросы содержания комплексные. То есть это покраска, например, которая производится 2 раза в год, какие-то мелкие детали, скамейки, тарейки и так далее. А если касается вопроса мелкого хулиганства, то, конечно, это ежедневная работа, потому что мы сталкиваемся с нанесением разного рода объявлений, то есть в том числе и наклейка объявлений. Это и теггинг, то есть аэрография. И на восстановление тратится из бюджета города Иркутска на вот такие мелкие ремонты порядка 800 тысяч рублей в год. Именно на мелкие ремонты. Если мы говорим в целом о содержании, это покраска всех малых архитектурных форм, к которым относятся и скамейки, и урны, детские игровые площадки, ограждения, памятники и так далее, то из бюджета города Иркутска на содержание выделяется порядка 4,5 миллионов рублей. Вот на те объекты, которые в текущем году, на 121 объект, такая сумма предназначена. Да, такие, конечно, цифры просто поражают. Эта ситуация очень печальна. Скажите, пожалуйста, Елена Викторовна, а какие меры принимаются сегодня для борьбы с вандалами? Сегодня администрация города Иркутска обеспечивает установку видеонаблюдения на всех общественных территориях. Это наиболее эффективно, по нашему мнению, поскольку мы можем вовремя отследить и написать заявление в полицию, для того, чтобы виновные лица были найдены и понесли наказание, кроме того, и возместили тот ущерб, который они нанесли городу Иркутску его жителям. И это работает на самом деле. Заявления отрабатываются, виновники находятся и привлекаются к ответственности. Мне подсказывают, что до нас дозвонился телезритель. Добрый вечер. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос или мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Кому я могу задать вопрос? Я звоню с Новобзонова, 55, и Миронова, 56. У нас нет во дворе детской площадки разрушенной лавочки, сгнили от премии. Сгнила песочница, в аварийном состоянии детские качели, карусельки. Кому нам обратиться? Объясните, пожалуйста, у вас очень много детей. Спасибо за ваш вопрос. Кто сможет ответить? Я отвечу, с вашего позволения. Вам нужно обратиться либо к депутату своим по округу, либо в администрацию округа. Там есть специальное отдел, они вас примут, примут у вас заявление. Ближе, наверное, к депутату будет обратиться, помощники всегда есть. И отработать с ними установку и демонтаж тех форм, которые уже на сегодняшний день нельзя эксплуатировать и поставить новые. Но и к уважаемым жителям, и в целом хочется сказать, что у нас практически ежегодно меняются правила использования и установки новых детских форм, площадок. На сегодняшний день эти правила сильно зарегламентированы. В том плане, что, например, детскую площадку, фактически новую детскую площадку, мы можем эксплуатировать по факту не больше 7 лет по паспорту. Какую-то даже 5, в зависимости от производителя. Соответственно, бюджета города на то, чтобы ежегодно, через 5 лет, менять каждую детскую площадку, его никогда не хватит. И на сегодняшний день, исполняя требования жителей в детских формах, спортивных элементах, с появлением новых регламентов, мы понимаем, что от той практики, которая у нас была последние 10-15 лет, где мы просто устанавливали площадки там, где их не было, либо меняли частичные элементы, нам приходится просто отказываться. И я думаю, что жители увидели прошлый год, позапрошлый год, вот как этот регламент появился, там большие очень штрафы для администрации, для тех, кто содержит эту детскую площадку, вне зависимости от баланса держателя. Мы переходим к другим способам. То есть мы больше уходим на какие-то центральные зоны в районах, в административных округах, там делаем площадки на балансе города. Более масштабные, которые... А во дворах, да, нам приходится их убирать, потому что их просто невозможно содержать в таком количестве. Управляющие компании и жители, к сожалению, отказываются брать себе на баланс эти площадки, они говорят, мы платить за это не хотим. Ну вот тут компромисса быть не может. Тут либо ты платишь, и это твое, либо город будет вынужден их уменьшать просто. Спасибо, я... Если все-таки дворовая территория стоит на кадастре, то это тоже выход. В данном случае жители также формируют заявление на совете дома, направляют его в округ и, соответственно, встают, подав свою заявку в очередь. И, соответственно, по итогам рассмотрения этой заявки, вот у нас уже порядка 350 дворовых территорий за тот период существования федерального проекта формирования комфортной городской среды реализовано. И, соответственно, жители в последующем становятся собственниками данных форм детской игровой площадки, спортивных элементов. И, конечно, уже содержат их за счет средств бюджета своего дома или общего. То есть мы ее ставим за счет бюджета, но содержание и контроль дальше уже оставляются за собственниками. Спасибо. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет, затем продолжить нашу беседу. Это Каштаковская роща. Общественную территорию благоустраивали благодаря федеральной программе оформирования комфортной городской среды. Работу в роще велись в 2019 и 2021. Но сегодня здесь поработали вандалы. Как итог, поврежденные урны, опоры освещения, а также оборудование на спортивной и детской площадках. Городская среда, которая обслуживает эту территорию общественную, полностью заменила у нас скамьи, заменила сцену. Бесконечно ремонтируются тренажеры. Если их невозможно отремонтировать, то они просто демонтируются. А купить новый тренажер, наверное, не так просто сегодня, потому что это достаточно высокие деньги местного бюджета. Пострадал о действии городских вредителей и дорогостоящий современный объект во Втором Иркутске. В парке Комсомольский прошел только первый этап благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Уже через месяц после окончания работ на новой площадке неизвестные сломали батут и качелю, оборвали трос канатной дороги. После этого поврежденные элементы пришлось демонтировать. С 1 ноября в парке заработали камеры видеонаблюдения. Видеосигнал будет поступать напрямую в отдел полиции для оперативного реагирования и привлечения нарушителей к ответственности. Однако камеры не помогут полностью решить проблему. Главное, чтобы жители сами понимали ценность благоустройства. Мы на самом деле тратим миллиарды на город на текущий момент. Сотни миллионов тратим на благоустройство. Более 500 миллионов в этом году было потрачено на благоустройство. Потрачено 500 и в следующем году мы, видимо, столько же будем тратить на восстановление. Но тогда совершенно нет денег уже на новое строительство. На самом деле, если хотя бы на 10% мы с вами улучшим ситуацию в этом или в следующем году, это будет большая помощь нашему городу и, в общем, самим вам это будет большая помощь. А эту площадку на острове юность обустроили осенью 2022 года. Тогда на открытии современного спортобъекта побывала и наша съемочная группа. Однако в первозданном виде новая территория для бокса простояла совсем недолго. Уже через несколько недель неизвестные испортили оборудование. Вот так вот порезано ножом, оттуда все высыпалось. Ну и у меня возникло желание все убрать до того момента, пока здесь постоянно человек не будет находиться и смотреть за оборудованием. Планы у нас большие. В дальнейшем мы вообще хотим здесь установить большой монитор, где непосредственно будут ролики с пропагандой здорового образа жизни. Ну и, конечно, нашего любимого вида спорта – бокс. Не боитесь, что в дальнейшем экран, который хотите вы установить в ближайшем будущем, что его тоже могут повредить как-то? Ну, прежде всего, мы установим камеры видеонаблюдения. Ну, а во-вторых, это, как сказать-то, будет уже на совести жителей города. Пока принято решение для сохранности часть оборудования убрать до весны. И уже с наступлением плюсовых температур начать тренировки под руководством тренера. И это еще не все планы на будущее. Такие площадки планируют обустроить в разных районах Иркутска и других городах региона. Однако состояние объектов и темпа развития территории зависят в том числе и от бережного отношения жителей к новым площадкам. А также от того, насколько они ценят работу, которая проводится для преображения нашего города. Мария Евстратова, Сергей Коваленков. Время вопросов. Ну, вот такой грустный сюжет, на самом деле. Моему возмущению, если честно, нет предела. Потому что я так всегда искренне радуюсь, когда наш город преображается и когда он становится красивее. Но, к сожалению, вот происходит такое. У нас... До нас зазвонила Сильвира Васильевна. Добрый вечер. Пожалуйста, мы слушаем Ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас улица Грибоедова, дом 4, дом 2 и еще тут я не знаю сколько. У нас очень маленькая, вот эта загороженная со всех сторон детская площадка с домами, как колодец. И вокруг этого вот площадочки там стоит по 20 машин. Там ребенка вывезти, там дышать-то нечем, потому что... И были такие случаи, что... Но сейчас вот я не замечаю, раньше были что-то... Сломали там всего-то качельки стоят. Вот хотелось бы, чтобы посмотрели этот двор, эту площадку, а там сами даже, может... Ну, вот такую-то у меня. Спасибо большое. Кто сможет прокручивать? Ровно такая же информация, что по предыдущему звонку. Я понимаю, что запросы у жителей, они никуда не делись. Всем хочется жить в комфорте, рядом, чтобы было благоустройство. Но мы должны понимать, что касается размеров там и машин. Сейчас нам позвонила уважаемая Эльвира, да, ей хочется площадку больше. Как только мы ее начнем делать, нам позвонит еще шесть автомобилистов и скажет, убирайте площадку, мне нужны машины. Потом придут люди с собаками, с кошками, с маленькими детьми. И этот процесс, он бесконечный. Невозможно те небольшие территории, которые есть в наших дворах, разделить там как-то качественно всем. Поэтому обращайтесь к депутату к своему в округ Свердловский в данном случае. И, соответственно, там этот вопрос через заявление будет решаться. Я думаю, что он положительно решиться должен. Что касается сюжета, позволю себе добавить. Посмотрев сюжет, я понимаю, что у многих, наверное, наших уважаемых жителей может возникнуть вопрос, насколько качественные материалы и оборудование вы приобретаете, что оно вот так легко и непринужденно ломается. Я всех могу заверить, что на сегодняшний день производится сертификация всего этого оборудования. Участвовать в торгах могут только сертифицированные компании, а их по стране буквально на пальцах одной руки можно пересчитать. Везде есть паспорта, везде есть сертификации. Мы принимаем у подрядчика, мы прям лично там и висим руками, и ногами всячески это все дело проверяем, потому что иначе это работать не будет. Это очень быстро придет негодность. А общественные территории должны несколько лет как минимум отрабатывать. То есть здесь вопрос не в том, что некачественное оборудование, а в том, что люди, вандалы в данном случае, целенаправленно приходят. И, как уважаемые жительницы из сюжета, они рассказывали, что они там на канатной дороге, они втроем катались, не ломалось. В пятером начали виснуть ребятишки. Такой эксперимент, в общем, проводился. На десятом человеке трос порвался. Ну вот, собственно говоря, результат. Спасибо. Лена Викторовна, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, помимо камер, как еще можно бороться с вандализмом? Ну, на самом деле, это, конечно, в первую очередь культура воспитания. Да, конечно. И нас, наших детей, в первую очередь, потому что это делают люди конкретно, это делают дети. Поэтому начинать нужно прежде всего себя. То есть люди, каждый житель нашего города, я думаю, должен понимать, что все это делается на деньги бюджета, да, федерального, областного, местного бюджета. То есть, по сути, это бюджет, который в том числе формируется из налоговых отчислений. То есть за это платят наши жители. И когда каждый житель будет относиться к этому как к своему, тогда, я думаю, мы сможем эту проблему решить. Не нужно проходить мимо. То есть, если взрослый человек видит, что происходят какие-то ситуации, и он может повлиять, предотвратить, да, какое-то деяние, может быть, правонарушение. Ну вот мы как раз сегодня спросим наших зрителей, что они делают в таком случае, когда они видят, что происходит. Иногда достаточно, действительно, дети так устроены, что им хочется экспериментов. И качели, которые мы благоустраиваем, да, делаем на наших общественных территориях, они, конечно, имеют определенную нагрузку, да, там масса, условно, до 150, до 200 килограмм и так далее. И, конечно, детям хочется провести эти эксперименты. Понятно, там и не один, и не два, и пять, и десять, о чем сказал Дмитрий Олегович. И здесь очень важна роль взрослого, человека, который сможет вовремя остановить, объяснить, рассказать и донести до ребят, что в первую очередь это делается для них, для нас с вами, для всех. Конечно, тут, наверное, еще важна реакция взрослого на новое какое-то пространство, которое появляется во дворе, в районе, когда взрослый показывает своему ребенку, что он рад, что город преображается, он становится красивее. Наверное, ребенку, может быть, тоже станет как-то жалко ломать это. Это такие вот эксперименты, может быть, совершать. Ну, это считают семьи уже, а тут мы же при реакции еще и не только своего ребенка, там просто окрикнуть, дети, они же, никто спорить не будет, но окрикнул, замечания сделал, все разбежались. Да, Марина Алексеевна, скажите, а что в основном становится вот объектом вандализма? Что больше всего страдает? Ну, вообще хочется сказать, что все-таки культура жителей, она за последние годы, ну, ее статус повысился в любом случае. Мы не будем говорить, что все беспощадно ломается каждый день, да, то есть в последнее время, конечно, случаи, они показательные, но вместе с тем они выходят уже за границы системы, да, то есть мы видим все-таки, что если это детское игровое оборудование, то это первое, вот, две-три недели эксплуатации в части интереса, да, потом уже все равно привыкают к объекту, уже такой интерес, скажем, экспериментный, да, он уже переходит в другую стадию, и может быть, действительно, уже какая-то ценность появляется, и не без, наверное, труда взрослого поколения, которое также присутствует на этих детских площадках, да. Ну, и масса таких примеров. Мы с 2018 года вот такой эксперимент провели на территории 2-го Иркутска, когда была заброшена территория сквера мира, это вот пересечение Шпачика и Муравьева, да, и, соответственно, ну, был не совсем нужный контингент для этой территории, после благоустройства появились мамочки с колясками, да, появился совсем другой шарм у территории, и, конечно, она стала объектом притяжения, до сих пор это пространство эксплуатируется, таких примеров масса. Конечно, если мы говорим, вот, отвечая на ваш вопрос в отношении того, что все-таки вот ежедневно мы встречаем это, конечно, теггинг, да, то есть это тенденция текущего времени, при том теггинг... А как можно с этим бороться? Вот, возможно, какие-то есть средства, я не знаю, которые будут легко стирать эти маркеры? Ну, есть у нас сейчас эксперимент небольшой, да, мы приступили к нему в осенний период, мы нашли несколько аналогов, ну, то есть производители есть на территории Российской Федерации, которые изготавливают антивандальные средства, то есть это некий состав прозрачный, который наносится на разные поверхности, и потом с учетом после его нанесения уже адгезионные свойства у поверхности значительно ниже, и, соответственно, уже тот же теггинг или какие-то обозначения, аэрографии уже проще снимаются с объектов. Но вот у нас весной будет продолжение этого эксперимента, если все-таки он окажется положительным, тогда мы будем уже, наверное, в практическую плоскость заводить это все и рекомендовать в том числе и управляющим компаниям, и собственников зданий и строений, фасады которых тоже страдают, как вот коллеги говорили в начале эфира, поэтому системные моменты, они есть. Но это дорого все равно, понимаешь, что это дополнительные затраты, и, понимаете, мы уже весь город не закрасим антивандальными покрытиями, это все равно какие-то там вещи, а людей вот с теггингом, чтобы понимали жители, это надписи, покраска, подписи всякие разные. Да, авторов, это большая беда, и все заборы, все, никто не будет этим заниматься, поэтому это проблема все-таки воспитания в том числе, ну и контроля, конечно. Зависит ли количество актов вандализма от района или нет? Вот какая-то такая аналитика проводилась, или одинаково Ленинский район, центр города, Октябрьский одинаково? Нет, зависит ли, я думаю, от места, где находится. Да, то есть если это менее освещенная территория, где мало людей проходит, где есть поверхности крупные, то там, конечно, будет больше. На окраинах города тоже есть свои субкультуры, мы это понимаем, у нас не так давно, в прошлом году какое-то было движение, которое шло вообще по всей России, там с Новосибирска в Красноярск, с Красноярска в Иркутск, они вот приезжали и все закрашивали. И это движение оставило след после себя. Да, 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 и шли дальше. И нас уже звонили, предупреждали, к вам сейчас приедет гастролирующая группа, ловите их, смотрите. Поэтому это серьезная история, это уже выходит за рамки вандализма эмоционального какого-то. Это уже целенаправленная позиция подростков, конечно, в первую очередь. Марина Алексеевна, скажите, вот работы завершены, подрядчик сдал вопрос, работа, объект, город принял на баланс. Вот в какой момент подключается МКУ «Городская среда», на каком этапе работы? Ну, вот как раз после того, как объект введен в эксплуатацию, нам передается весь пакет документов, опять же, вот как Андрей Олегович ранее сказал, с паспортами, на детские игровые формы, с полным объемом работ по содержанию. То есть мы учитываем и тропиночные сети, которые круглогодично содержатся. То есть в летнее, весеннее время это подметание, помыв, в зимнее время это уборка от снега, в том числе вывоз снега. Но я думаю, что все общественные территории, они на виду, и это каждый видит, то есть каждый день выполняются работы. Более того, специалисты МКУ «Городская среда» в режиме, ежедневном режиме, я прямо акцентирую на этом внимание, для того, чтобы жителям удобно и комфортно было передвигаться по общественным территориям, приходить на них с детьми всех возрастов и так далее, проводить активно время, потому что пространство у нас абсолютно разного функционала и назначения. Соответственно, вот такая слаженная, большая работа с невидимым фронтом каждый день выполняется. Утром проезжают специалисты МКУ «Городская среда». Вы сказали, что у вас 121 объект, то есть каким образом удается охватить вот такое масштабное количество? Да, если вот каждый год прибывает у нас по объектам, после того, как вводятся в эксплуатацию, например, в 2022 году было 114 объектов на содержание, в этом году уже 121. Естественно, специалисты работают в таких экстремальных практических условиях, каждый день с утра на объектах, взаимодействие с подрядными организациями, указание на недостатки, приемка работ по техническому заданию, которые сформированы на текущую неделю, ну и так далее. То есть, в принципе, уже слаженная работа, которая выстроена с прибавлением территорий. Первые, наверное, две недели после приемки у нас идет построение работы, а потом это входит уже в обычный режимный лад. Спасибо. Лена Викторовна, скажите, а как осуществляется надзор за выполнением работ на стадии, когда возводится новый объект? В департаменте городской среды за каждой общественной территорией закреплен куратор, эксперт, которые ведут работу с момента заключения контракта с подрядчиком, выезжают в плановом режиме ежедневно на объект и следят за производством работ. Кроме этого, нами заключается контракт на проведение строительного контроля с независимым подрядчиком, который параллельно тоже со своей стороны проводит все мероприятия, отслеживает, берет экспертизы, делает лабораторию, если это необходимо, и дает нам потом заключение по итогу. Спасибо. Вот, знаете, хочу вам всем задать этот вопрос, один и тот же вопрос. Я просто вот готовилась к программе, вспомнила, и в том числе журналист Мария Стратова, мы с ней обсуждали вопросы и вспомнили, что в нашем детстве на самом деле, ну что во дворе было? Качеля, песочница, лавочка. Карусель была круглая. Дерево самое главное было. Да, было дерево, трава, палисадники. Действительно, природы было много, но какого-то такого обустройства вот этого огромного количества и выбора, на чем же нам детям покататься и как же нам себя развлечь, этого было мало. Возможно, поэтому мы так себе это все берегли. Может быть, сейчас дети как-то понимают, что сломаю, поставят новое? Я бы не сказал так. Во-первых, судя по моему детству, мы не берегли ничего. Просто все это было сделано из металла, с тройным креплением узлов, проварено все. И то это все ломалось, и все это там. Я помню, что у нас с двух сторон дома была качеля, периодически одна не работала, потому что ее разносили. Наверное, не в этом дело. Скорее, все-таки это вопрос культуры, воспитания. Причем я бы здесь заметил такую историю. Мы не боимся экспериментировать с формами и видами благоустройства. И ряд жителей города, например, нам ставят это в пику и говорят, что зачем вы тут такие яркие вещи делаете? Сделайте все стандартнее. Аскетичнее, так скажем. Да. Но при этом мы понимаем, и это, в общем-то, доказаны факты, научность в том числе, о том, что если чем ярче и интереснее, красивее это сделаешь, тем меньше вероятность того, что там жители, вандалы начнут это портить. А вот если у тебя что-то стоит не такое вот обычное, где-то в кустях, там как бы никто на это внимание не обращает, это все портится гораздо быстрее. То есть, ну вот что-то такое красивое, необычное, это все на виду, это вот не хочется даже трогать. Пусть стоит, для города это необычно. Да. Спасибо. Вы знаете, у нас, к сожалению, закончилось время. У меня осталось просто масса еще вопросов, которые бы хотелось еще задать. Я думаю, что эту тему мы поднимем еще не раз в нашей студии. Спасибо большое, что вы нашли время, пришли сегодня в этот вечер в студию. Хочу подвести итог нашего голосования. Кстати, у нас победил третий вариант. То есть, в основном, наши телезрители проголосовали за ответ «звоню в полицию». То есть, люди обращаются в правоохранительные органы, если они видят, когда совершается акт вандализма на их глазах. На этом наша программа подошла к концу. Я напомню, что вы смотрели «Время вопросов». Берегите себя, своих близких и город, в котором мы живем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова